Вода – основа жизни на планете. Тысячи лет люди складывали предания о живой воде, исцеляющей от ран и поднимающей мёртвых. В фашистской Германии велись поиски этого волшебного эликсира. С его помощью лидеры СС хотели вывести сверхрасу бессмертных властителей мира. Что позволяет воде накапливать информацию и целебные свойства? Где находятся и как формируются её источники? Как бактериям удалось прожить миллионы лет? И способен ли человек пойти тем же путём? Может ли живая вода заменить кровь? И существует ли она на самом деле? Меня зовут Анна Чапман. И я начинаю расследование. Живая вода существует. Истоки происходят всё-таки из Тибета и из Гималаев. Секрет бессмертия раскрыт. Речь идёт о миллионах лет. То есть это, по сути, бессмертие. Тайна долгожителей. Там чистая вода, источник, когда пьёшь, совсем другая вода. Вода, способная хранить информацию. Можно сказать сто процентов, что это действительно живая вода. Раса бессмертных. ССовцы станут отдельной породой любви. И эксклюзивное интервью женщины, выжившей после секретного эксперимента СС. Это действительно затрагивает психику человека и меняет его на всю жизнь. Тайны мира. Живая вода. В поисках бессмертия. Кавказ. Здесь сходится энергия земли и неба. Здесь таится немало загадок. Это край могущественных гор и хрустально чистого воздуха. Край удивительной природы. Край долгожителей. Эльбрус по-балкарски называется Мингитау. Что значит вечная гора? Вокруг вечной горы живет немало тех, кому исполнилось больше век. В чем секрет этих людей? Это должна выяснить наша экспедиция. Зухре Мерзоевой в этом ноябре исполняется 107 лет. 107. Маташа. Да, это страшно сказать. И истинно. Ее муж прожил до 110. Оба работали всю жизнь. Каждый день три раза два скоро выдают. Зухра помнит революцию, гражданскую войну и раскулачивание. В 30-е ее семью депортировали в Казахстан. На новом месте она начала болеть, почти не вставала с постели. Медицина не помогала. После реабилитации муж взял ее и детей и переехал обратно в Кабардино-Балкарию. И чудесным образом она поправилась и встала на ноги. Время как бы замедляет свой ритм, движение свое. И вот в этой хрональной зоне бывает так, что люди долго-долго живут, и эта зона помогает им не стариться. В соседнем селе живет бабушка Сокинат. В этом году она отметила вековой юбилей. Я видела девять главы государства, как она прожила. Самое хорошее это время только сейчас. Уже который век на Кавказ приезжают за здоровьем и долголетием. Здесь, как в сказке, есть живая и мертвая вода. Живая лечит то, что можно вылечить. Мертвая убивает вредные клетки. Сочетание двух вод, как здесь говорят, может избавить даже от злокачественных опухолей. Такой случай произошел с одной приезжей женщиной. Сначала окунулась в воду мертвого озера, а потом окунулась в воду живого озера. И ей стало многократно лучше. Она вот столько, условно говоря, выпила этой воды, и из нее вышло огромное количество черноты. И это вовсе не единичный случай того, чему медицина не может дать объяснение. Владимир – бывший спецназовец. Годы службы не прошли даром. Вернуться к здоровой жизни помогла живая вода. У меня были проблемы с позвоночником. Были частые головные боли. Немела левая рука, левая нога. Этот источник, эти нарзаны, которые здесь текут, они меня вылечили. Я себя чувствую отлично. Известно, что огромный интерес к Кавказу проявляли идеологи Третьего Рейха. Под эгидой рейхсфюрера СС Гиммлера проводились самые разные исследования, в том числе направленные на выведение сверхчеловека. Непобедимого арийца, неведающего смерти. В СС верили, что в русской живой воде может быть скрыта тайна бессмертия. На Кавказе они могли найти такой рецепт немцы, когда они ставили свои эксперименты на детях, и тогда, когда они вливали через кровь какое-то количество мертвой и живой воды. Не случайно в начале 40-х в Кабарде побывала экспедиция оккультного подразделения СС Аненербе. Слишком важен для них был Кавказ и его тайные ресурсы. В первую очередь живая вода, награждающая человека здоровьем и молодостью. Немецкие руководители знали, что у них огромное количество мертвой воды, и маленькое количество живой воды. И Кавказ в этом плане был для них просто жемчужиной. Поиски долголетия в Германии начались еще до того, как нацисты пришли к власти. Но в 30-е годы исследования приобрели небывалый размах и получили государственную поддержку. Новой расе арийцев было необходимо бессмертие. И поисками занялись в СС. Благодаря влиянию Гиммлера и его большому личному интересу к проблеме, на ее решение были направлены огромные силы. Немцы пытались продлить бессмертие на основе особых свойств воды и различных там примесей. Исследовали ту энергетику, которая в разных источниках существует. Этими исследованиями занимались в наследии предков Анненербе. Гиммлер привлек немало ученых, которые, изучая историю, географию и особенности разных народов, должны были подобраться к рецептам вечной молодости. И исследователям удалось найти зацепку. Ключ, как оказалось, был совсем рядом. Это то, из чего состоит человек. Без чего он не проживет и дня, и от чего зависят все процессы в организме. Вода. Гиммлер был озадачен поиском чудо-медового напитка. Разработка и поиск рецептов этого напитка была, опять же, возложена на Эрнста Шефера, как куратора всего естественно-научного направления. В 1942 году Шефер возглавил зондеркоманду К, первостепенной задачей которой было исследование региона, известного своими долгожителями и необыкновенной природной энергией – Кавказа. Эсэсовцы отправились в Кабардино-Балкарию, а затем в Абхазию. Она и станет следующим пунктом нашей экспедиции. Смотрите далее в нашей программе. Бессмертие для Сталина. Юстия Виссарионович был очень недоволен. Тайная операция СС в Абхазии. Там чистая вода, источник, когда пьешь, совсем другая вода. Где нашли живую воду? Чистейшая вода, да? Альбусит. Откуда силы у долгожителей? Я раскрою все тайны. Название этой местности по-русски означает «колодец с живой водой». Именно вода – основа здоровья и необыкновенного долголетия местных жителей. До 120-150 лет долгожители живут у нас в Абхазии. Аня Харазия скоро 90. Она и не думает бросать работу по хозяйству. Я детей своих воспитала, троих. У меня 11 внуков и правнучков. Я и сейчас, вот 88 лет, я не сижу. Внучка Бебия старше почти на 20 лет. В свои 106 она еще даст фору некоторым молодым. Не знаю, старуха, сто лет не знаю. Ученые не сомневаются, что именно вода помогает людям пересекать вековой рубеж и жить дольше. Если взять разнообразие и спектр водных источников Абхазии, то они поражают воображение размахом по составу и содержанию различных микроэлементов. С давних времен здесь существует предание об особой крови представителей княжеского рода Ацамба. Ацамба. Именно ей Абхазская вода обязана своими целебными качествами. Свойство передается только по мужской линии. Носители этой крови не только не болеют сами, но и способны исцелять других. Капля крови Ацамба, упавшая в родник, превращает всю воду в округе в живую. Сейчас мужская линия этого древнейшего рода пресеклась. Но родники по-прежнему помогают людям. Чистейшая вода, да? Альбуцид. Глазные капли. Можно попробовать. На глаз налей. Вот увидишь, как она щиплет. Как будто вот альбуцид налили. И это не выдумки. Это подтверждает наука. Как объяснить удивительные свойства воды? В Абхазии известны многие источники, которые обладают феноменальными свойствами. Люди называли их святыми источниками и направлялись к ним для исцеления. Необыкновенные кавказские источники привлекли и нацистов, искавших эликсир бессмертия. Разведчики Анненербе приезжали сюда еще до войны. Они были, я вам хочу сказать, в 39-е, 40-е годы, как туристы приезжали сюда и картограф, и топограф, и так далее. И изучали все эти местности. Вот это Санчарский перевал, Марухский, Крухорский. Местные жители знают, что эту дорогу к озеру Рица строили в 36-м году советские заключенные. Но мало кому известно, что руководили работами немецкие инженеры. Что они искали в Абхазии? Возможно, уже в 36-м они знали, что через несколько лет вернутся на эту землю с оружием в руках. Здесь вот эти все асфальты, вот эти старые асфальты, это все немцы строили. По мнению историков, живая вода нужна была Анненербе не просто ради оздоровления, а для улучшения арийской расы. Они хотели получить из местной воды эликсир, который продлевал бы жизнь через обогащение крови. Я не исключаю, что Гиммлер, рожавший много проектов, откровенно вот бредовеньких, ну так честно, положа руку на сердце, там типа чудо-напиток, что он мог вполне спокойно вывозить воду, считая ее чудодейственной. Программа экспериментов с кровью называлась «Лебенсборн. Источник жизни». Связь крови и долголетия задолго до нацистов увидели русские ученые. Один из основоположников гематологии Александр Богданов еще в 1908 году дал рецепт бессмертия. В своем романе «Красная звезда». В названии особый смысл. Ведь действие происходит на Марсе, планете победившего коммунизма. И его жители нашли бессмертие в крови. Ее переливают от молодых к старикам. В свою очередь, кровь старого человека переливается молодому, чей здоровый организм спокойно ее принимает. Такой оборот крови продлевает жизнь граждан коммунистического Марса до бесконечности. У Богданова эта тема вроде бы такого вот мемпиризма инопланетного, она обретает некий такой гуманистичный посыл, и как бы является вот как раз одним из способов продления жизни и обретения вечной молодости. Это была утопия. Но Богданов активно работал над ее воплощением. В 1926-м он основал первый в мире институт переливания крови. Ученый верил, что можно найти бессмертие в опытах с кровью. И даже проводил эксперименты на себе. В итоге это его и погубило. В 1928-м году он перелил себе донорскую кровь, зараженную малярией, и умер. Работу Богданова продолжил его талантливый ученик, будущий академик Александр Богомолец. Товарищ Сталин относился к Богомолецу как к человеку, который способен продлить жизнь. Богомолец создал уникальную сыворотку, названную его именем. Она была получена путем улучшения крови лошадей. Им повышали иммунитет, а затем из этой усовершенствованной крови получали чудо-сыворотку. Она мобилизовывала организм, ускоряла заживление ран, переломов и подавляла опухоли. Открытие Богомолца спасло тысячи людей в годы войны. Уникальная сыворотка использовалась во всех госпиталях. За ее разработку физиолог в 1944 году получил звание Героя социалистического труда. Достижения Александра Богомолца в изучении человеческой крови были революционными для своего времени. Многие актуальны до сих пор. В то время о крови и о механизме ее воздействия при переливании механизма человека знали очень немного. Но он сумел проникнуть так далеко, что идеи его не потеряли значения до сегодняшнего дня. Тогда Богомолец пытался найти способ продлить жизнь с помощью модификаций крови. И по легенде даже обещал скорый прорыв в исследованиях самому Сталину, который внимательно следил за его работой. Но вождь народов так и не дождался обещанного бессмертия. Когда Богомолец сам умер в 64 года, то Йосиф Виссарионович был очень недоволен. Об этом говорили в прессе и в телефонных разговорах, что как это так? Обманул, а сам умер. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Высоко в горах над озером Ритца расположено небольшое село Псху. Рядом с ним находится родник, который в Абхазии испокон веков считают источником живой воды. Несколько глотков заставляют почувствовать себя новым человеком. Только немногие ветераны сегодня помнят, что за это горное село в 1942 году шли жестокие бои. Когда мы подошли уже вплотную вечером к село Псху, и нас ждали, какая-то взвод или там, не знаю, может быть, больше или меньше, не знаем, но ураганным огнем из автоматов и пулеметов. Что же заставило фашистов удерживать село Псху изо всех сил? Псху, словно это город стратегического назначения. Вероятно, тот самый источник живой воды. Там чистая вода, источник, когда пьешь, совсем другая вода. Может быть, это тоже соблазнило их. Бой за крошечное село шел несколько дней. А когда к красноармейцам пришло подкрепление, огонь с той стороны неожиданно прекратился. Мы зашли, первыми мы, наши училища, курсанты, зашли в село Псху. Там мы, нас встретили старики, старушки там, маленькие детишки. Вот, ну, больше никого не было. Напуганные жители не могли толком объяснить, что здесь обороняли немцы и куда они спешно подевались. Говорили о больших бочках с водой, которые куда-то грузили. Уже позже СМЕРШ обнаружил в районе озера следы странных сооружений, явно предназначенных для транспортировки грузов. Постройки тут же взяли под охрану. Всех красноармейцев, участвовавших в бою за Псху, допросила контрразведка. И стало очевидно, что здесь побывало немецкое спецподразделение, имеющее навыки ведения боя в горной местности. Они же все же ставили своей целью такое мировое господство здесь, создание такой чистой расы, долго живущей, живущей там несколько раз больше, чем все остальные. Ну, такая идея фикс у них была, и они поэтому везде искали. Из протокола допроса главы Анненербе Вольф Ромазиверса от 29 июня 1945 года. Отделением исследований карстов и пещер руководил доктор Ганс Брандт, член партии и войск СС. Он также работал в институте, который изучал пещерное образование в горах для военных целей. Считается, что Бранда ввели в войска СС для организации спецподразделений, предназначенных для обороны карстовых пещер. Таких пещер немало в горах Абхазии. Самая известная – Новоафонская. А тогда, в 1942-м, сотрудники НКВД обнаружили в районе Рицы невероятное сооружение немцев. Рельсовую дорогу, напоминающую нынешнее легкое метро. Где-то сквозь пещеры, а где-то по поверхности она вела от озера к побережью Черного моря. ССовцы вывозили воду целебного источника. Это была вертикальная шахта, которая спускается в первом зале. Это искусственная туннель, она полностью искусственная. После освобождения села Псху в ближайших пещерах нашли десятки посеребренных бидонов с водой. Тех, что немцы все-таки не успели отправить. Живую воду доставляли под лодками в румынскую Констанцию. А затем с самолетами в Германию. Там, в альпийском замке Геттиборг, находилась лаборатория Лебенсборг. Эксклюзив программы «Тайны мира». Жертва экспериментов СС. Это действительно затрагивает психику человека и меняет его на всю жизнь. Живая вода найдена. Истоки происходят все-таки из Тибета и из Гималаев. Тайна бессмертной бактерии. Речь идет о миллионах лет. То есть это, по сути, бессмертие. Я раскрою все тайны. Уроженке чешского села Лежаки Ермиле Долежаловой довелось пройти через немыслимые испытания. Она участвовала в специальной программе СС под названием «Лебенсборн», что в переводе на русский означает «источник жизни». В июне 42-го ей было два с половиной года. Она плохо помнит, как попала в немецкую семью. Ермила стала одной из нескольких тысяч детей, отобранных фашистами на оккупированных территориях для специального эксперимента. Существовали специальные таблицы, которые немцы заполняли. Они делали и рентген, и анализ крови, измеряли череп, и делали тесты умственных способностей. На основании этого они затем делали свой выбор. Ребенок, отобранный для дальнейшего выращивания нацистскими селекционерами, должен был строго соответствовать арийским критериям. Светлые волосы, голубые глаза, соответствующий размер черепа и состав крови. Для экспериментов с их кровью и предназначалась живая вода. Вода в некоторых рек и озер может быть при соответствующих условиях перелита в кровяное русло человека. По своему минеральному составу такая вода вполне подходила для переливания. И такие работы делали. Это действительно так. Программа «Лебенсборн» была разработана в 1935 году по указанию главы СС Гиммлера. Евгеника должна была помочь созданию сверхрасы здоровых и счастливых, а в перспективе – бессмертных германцев. Он искренне в нее верил, что путем селекции можно вывести какую-то особую расу господ, которая, собственно, и наследует мир. На начальном этапе эксперимент «Источник жизни» подразумевал особый генетический отбор женщин. Подходят только те, кто способен рожать для Германии здоровых, умных и красивых детей. Поощрялась беременность от членов СС, как самых чистых в расовом и идейном отношении. Накануне родов девушек направляли в один из 12 специальных роддомов, где им обеспечивали надлежащий медицинский уход. Гиммлер в мечтах видел СС уже не спецподразделением, а особой кастой избранных, достойной своего государства в государстве. Он планировал создать свой фашистский Ватикан после смерти Гитлера. Ананербе, наследие предков, это расизм, устремленный в прошлое. А Лебенсборн – это расизм, устремленный в будущее. А ССовцы, как отдельная порода людей, еще раз подчеркну, со своим мировоззрением, со своей религией, в перспективе со своим государством. Для этого специально отобранных детей с оккупированных территорий помещали в дома ребенка или отдавали в немецкие семьи. Так случилось с Ермилой Долежаловой. Ей с младшей сестрой повезло пройти отбор для эсэсовского источника жизни. Остальных 11 детей из деревни Лежаки отправили в Освенцим, как и мать Ермилы. Саму деревню нацисты в 1942 году сожгли, расстреляв почти все взрослое население. И моя мама, и ее сестра были единственными, кого выбрали для ассимиляции. Потому что у них были светлые волосы и светлые глаза. Остальные 11 детей, хотя и ехали с ними на поезде в Лотц, но для них была определена смерть в газовой камере. О трех годах в чужой семье у нее остались светлые воспоминания. После войны она поддерживала хорошие отношения с приемными родителями и сводными братьями и сестрами. Госпожа Пекл, мы называли ее мама, и сейчас ее так называем. Пока еще она была жива, она три раза приезжала сюда, в Чехию. Ермила вернулась в Чехию в 1946 году. Выросла, вышла замуж и никогда не жаловалась на судьбу. Прошедшие с тех пор годы показывают. Программа эсэсовцев работала. Они отбирали самый крепкий генетический материал. Ермила Далежалова родила семерых здоровых детей, которые получили прекрасное образование и престижные профессии. Те, кто знают о Лебенсборн не понаслышке, признают, расчет немцев оказался верным. Это действительно затрагивает психику человека и меняет его на всю жизнь. Таких, как Ермила Далежалова, в Европе было более 10 тысяч. Многие живут и здравствуют до сих пор, несмотря на все испытания. Есть среди детей Лебенсборна и всемирно известные имена. Детей Лебенсборна вы можете в изобилии видеть на телевизоре и слышать. Это Анна Фрид из Аббе. Их там две девушки, это которая темненькая. Вот она, дитя Лебенсборна. Страшных воспоминаний не осталось, но такие события не проходят даром. Ермила Далежалова старается реже думать о том, что ей пришлось пережить. Младшие дети, которые привязались к новым семьям, из них бы выросли немцы, которые потом встали бы в один ряд и защищали бы интересы Германии, потому что все начинается с детей. Далее в программе. Что нашла на Тибете экспедиция Эрнста Мулдашева? Можно сказать сто процентов, что это действительно живая вода. Биологический компьютер. Вода обладает памятью. И почему вода способна хранить информацию? Стуки происходят все-таки из Тибета, из Германии. Я раскрою все тайны. До сих пор точно неизвестно, чем для Анны Нербе закончились поиски рецепта бессмертия. СС искала его не только на Кавказе, но и в мистическом Тибете. Туда за живой водой отправляются до сих пор. К экспедиции 98-го года знаменитый офтальмолог и исследователь паранормальных явлений Эрнст Мулдашев готовился несколько лет. Он знал предание о том, что высоко в Гималаях есть источники и живой, и мертвой воды. С их помощью ученый надеялся открыть новые методы регенерации тканей. Живая и мертва вода – это легенды. Все знают, в любом народе, у русских, у татар, у немцев, везде и всюду есть живая и мертва вода. И вот, вы знаете, вот когда мы начали копаться вот в этих легендах, мы нашли, что истоки происходят все-таки из Тибета и из Гималаев, прежде всего из Гималаев. Сначала в легенды не очень верилось. Но прибыв в Тибет и пообщавшись там с посвященными, Мулдашев и его спутники поняли, что цель близка. Сказка оборачивается реальностью. Когда знающие люди, уважаемые всеми, говорят, что действительно существуют некие источники с живой и мертвой водой, которые применяются для лечения, которые применяются для залечивания каких-то ран, омоложения и так далее, то начинаешь понимать, что действительно эти вещи для кого-то не сказки. Но отыскать эти источники не так-то просто. Они скрыты высоко в горах, и никто не знает туда дорогу. Немало времени потратили участники экспедиции на то, чтобы найти хоть какие-то зацепки. И им повезло. Два монаха согласились указать им путь. Заветный источник расположен на высоте 5600 метров. Рядом с уникальным чашообразным плато, называемым зеркало времени. Выше вы услышите шум водопадика. Вот этот вот водопадик, они примерно показали, где, там по карте. Вот этот вот водопадик, это как раз есть текучая вода, как по индийской транскрипции, и которой можно понять, что это есть живая вода. Ценой риска и огромного физического напряжения экспедиции удалось добраться до озера мертвой воды, а затем и до водопада с живой. То есть из этой экспедиции мы действительно привезли воду, живую и мертвую, и в дальнейшем мы ее изучили у нас в лабораторию. То, что она живая вода, тут можно быть прям уверенным. То есть это можно сказать 100%, что это действительно живая вода. Опыты дали поразительные результаты. Они подтвердили, что вода из Тибета несет огромный заряд информации. Она, как жесткий диск компьютера, хранит все, что накоплено за века, горами и ущельями. И главное, эти данные могут послужить человеку. Мы провели эксперименты о влиянии вот этих двух разных вод на различные клетки организма. В частности, на клетки живые, человеческие клетки, вода живая влияла позитивно, а на опухолевые клетки, мертвая вода, влияла негативно. Ученые выявили еще один феномен. Структуру гималайской воды им удалось воспроизвести. Но вот информация, которая в ней хранилась до путешествия, на новом месте словно рассеялась. Эта мертвая и живая вода быстренько впитали информацию уфимской среды. И вода потеряла как бы свои свойства. Она просто вот уже с 98-го года не плесневеет. А вот эффект ее терялся, терялся, терялся. И где-то вот 7-8 месяцев и уже она потеряла. Это доказывает, что целебные свойства воды привязаны к ее источнику. Возможно, поэтому она продлевает жизнь горцам, но ничем не помогла гитлеровцам, перевозившим воду за тысячи километров. И может быть поэтому точно воспроизвести чудо-воду в лаборатории пока не удается. Я думаю, что получить воду аналогичную, природной, мертвой и живой воде, это тоже нереально, поскольку там слишком большое количество параметров. Более того, которых никогда мы не узнаем, окончательно все параметры. То есть воссоздать полностью где-то в лабораторных условиях живую и мертвую воду, я думаю, никогда не получится у человека. В этой лаборатории изучают воду более 10 лет. Специалисты создали методику, позволяющую отслеживать малейшие изменения структуры воды и ее энергетической составляющей. Все показывают замеры ионной проводимости. Прошел час, и вот как вы видите, сейчас цифры существенно отличаются от того первоначального значения, которое мы наблюдали с вами на приборе. Вот цифра идет 6 микроампер, и она меняется. Когда результаты опыта обрабатываются, на мониторе компьютера четко видна разница. Контрольная вода до контакта с образцом и после. Эксперимент с живой водой подтверждает. Вода имеет собственную память. Ее можно увидеть на мониторе компьютера. Графики показывают отличие обычной воды от живой. Такую воду ученые называют биологическим компьютером. Это значит, что она имеет такие же признаки, которые имеет и компьютер. Вода мало того, что она записывает, она может достаточно долго хранить эту информацию. Некоторые воздействия в воде хранятся годами. Эксперименты показали, чем сильнее эмоциональный фон вокруг, тем лучше биологический компьютер сохранит эту информацию. В одной школе мы проводили эксперимент. То есть измерялось. Вода записывала состояние в этом помещении до этого педсовета и после. Вода свое состояние изменилась и достаточно существенно. Что же это за удивительная сущность – вода? И почему она обладает такими свойствами? Об этом через несколько минут. Смотрите далее. Тайны живой воды. Наиболее специфичным компонентом этого источника является наличие мышьяка. Загадки бессмертных бактерий. Как достигается такое феноменальное, граничащее с бессмертием долголетие. И как хранят тайну бессмертия. Не исключено, что она вообще пришла к нам из других планьих. Я раскрою все тайны. Вода – основа всему. Из нее вышла жизнь на Земле. Без нее невозможен человек. Свойства воды хорошо известны ученым. Но они все еще не могут понять, что же позволяет ей накапливать информацию и целебную силу. Ту самую, за которой веками охотились мистики, надеясь найти ключ к бессмертию. Наш корреспондент пытается выяснить, почему так важна была для фашистов вода озера Рица и источников у села Псху. Он несет образцы на анализ экспертов. И ученые находят важную особенность. В образцах из одного источника довольно высокая концентрация марганца. Известно, что марганец является очень важным элементом в организме человека, потому что он обеспечивает очень важные функции организма. Во-первых, функционирование центральной нервной системы, восстановление хрящей и костной ткани. Они делают еще одну важную находку. В воде, которую веками пьют горцы, содержится мышьяк. Наиболее специфичным компонентом этого источника является наличие мышьяка. Наличие мышьяка в высоких концентрациях – это яд. А в малых концентрациях он может применяться при лечении некоторых форм онкологических заболеваний. У экспертов в Сухуми нет нужного оборудования, чтобы провести основательный глубокий анализ. Но они считают, что он не поможет. Раскрыть тайну живой воды пока никому не удавалось. Тем более, что вода из многих горных источников вообще не поддается анализу. Словно что-то мешает. Среди них есть источники, которые в обычном порядке невозможно даже сделать химический анализ. Просто происходит выпадение в осадок комплексов, которые содержатся в этих минеральных водах. Вода – единственное вещество, которое встречается на Земле в естественном состоянии во всех трех видах – твердом, жидком и газообразном. И единственное, которое в твердом состоянии способно тысячи, миллионы лет хранить не только информацию, но и жизнь. Это открытие сделал московский геолог Анатолий Брушков, когда в 2008 году взял образцы вечной мерзлоты на склоне Мамонтовой горы в Якутии. Во льду, которому миллионы лет жили бактерии. Известно, что живые организмы живут недолго. В лучшем случае, десятки лет, может быть, несколько дольше. И было очень странно обнаружить, что в древней мерзлоте, возраст которой составляет сотни тысяч лет и даже миллионы лет, оказываются живыми клетки, которые попали туда до момента, как эти отложения стали мерзлыми. Клетки в мерзлоте лишены возможности питания, движения, но при этом не заморожены. Температура мерзлоты минус 3-5 градусов. А этого недостаточно, чтобы заморозить клетку. Наши гости, с которыми мы имеем дело, они живут, они, так сказать, не находятся, так сказать, вот в замороженном состоянии. И живут очень долго. Так долго, что это даже трудно вообразить. Это какая-то сверхъестественная жизнеспособность. Бациллус Ф или бактерию Брушкова направили на исследование в Сибирское отделение Академии наук и в Киевский институт геронтологии. Геронтологи увидели, что у мушек дрозофил под воздействием супербактерий значительно повышалась активность. Они могли пролететь намного больше, нежели контрольные насекомые. Однако почему так происходит, ученые не знают. С этими бактериями возникает два принципиальных вопроса. Во-первых, как достигается такое феноменальное, ну, граничащее с бессмертием долголетие? Какие механизмы обеспечивают у бактерий вот такое долголетие? И второе, возможно ли использование вот каких-то факторов, вот, которые у них есть? Теми же вопросами задаются биологи в Новосибирске. Мыши, получавшие с пищей бактерию Брушкова, стали жить дольше в среднем на 300 дней. Если провести аналогию с человеком, получится порядка 40 лет прибавки. Якутские бактерии-долгожители удивительным образом подавляют процесс старения организма. Мы выявили влияние бактерий на уровень метаболизма в престарелом возрасте. То есть происходит его повышение примерно на 20%. Это значит, что на 20% животные, получающие бактерии, более сильные и выносливые, чем их же сородичи такого же возраста. Но ни в Киеве, ни в Новосибирске, ни в Москве пока не знают, что делает вечными таинственные бактерии и откуда у них свойства настоящей живой воды. Можем ли мы узнать механизм, который помогает им выжить вот так долго, защитить, скажем, свой геном от повреждений. И если такой механизм существует, нельзя ли нам использовать этот механизм, скажем, для того, чтобы продлить нашу собственную жизнь. Бактерии из Мамонтовой горы словно дразнят исследователей и дают новую надежду на то, что дверь в вечную молодость где-то рядом. Но не исключено, что эти ключи надо искать не на Земле. Речь идет о миллионах лет. То есть это, по сути, бессмертие. Мы столкнулись вот с примером какой-то странной жизни. Не исключено, что она вообще пришла к нам из других планет. Следующий шаг самый непростой. Найти те механизмы, которые позволяют бактериям жить сотни тысяч лет. И, возможно, якутский феномен даст ключи, которые и откроют многовековую тайну бессмертия человека. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова